Великий человек отличается от простого человека, прежде всего, своими способностями, которые позволяют ему достигать великих результатов. При этом, великий человек прежде всего человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Человеческие слабости, зависть и сомнения, высокое самомнение и жестокость. Но великого человека всегда отличает мудрость, главное качество, которое определяет успех. Чингисхан Главный руководитель проекта Джан Гуамин Идея Гэцзян Сценарий Шу Чжи Сянь, Чжу Яутин В главных ролях Ба Лин, Са Жень Га Уа, Чжао Хэн Сюань Главный оператор Гэ Житу Постановка трюков Цзэ Вэй Чун Музыка Джан Чаньи Главный продюсер Батыр Режиссер Чжу Вэнь Цзэ Семнадцатая серия Боян Сибан Ты знаешь всех этих людей Это старый найманский полководец Сапулихей Неоти, кажется, стража хана Таян хан Он умер Странно, в его теле нет стрелы Я сказал Джебе, чтобы он вбил ему в задницу Стрела вошла ему прямо в задницу Смотри, его труп уже окоченел Да, он просто умер от страха Стой Тататунга? Кто он? Он известный в племени найманов ученый Он знает несколько языков Хан Мы не нашли тел сына Таяна Хучлука, Джамухи, Джахэганбу, Хучара, Алтана, Сангума и Тухтаабики Отправь Джебе, Наяна и Шучитай в погоню за ними Пусть они преследуют их по отдельности Да Подожди Какие еще приказы, хан? Скажи Джебе и другим Если они обнаружат Джамуху, пусть не трогают его Хан? Ему и так некуда податься Пусть вечное небо его накажет Отец, хан! Хан! Тататунга, иди сюда, садись Нет, это трон хана Таяна Если я сказал тебе садись, значит садись Да Слушайте меня Отныне вам не надо воевать Хан, Хучлук, Хучар, Тухтаабики и его сын пока еще не пойманы Да, отец В этот раз мы должны их упустить Я уже сказал, что это уже не ваше дело Сейчас для вас главное научиться уйгурской письменности у вашего достойнейшего учителя Поприветствуйте своего учителя Учитель Тататунга Отец Зачем нам учиться этому? Преклони колено Учитель Тататунга Хан В чем дело? Мы схватили жену хана Таяна Гурбису Она беспрестанно просит хана взять ее к себе в наложницы Та, которая была мачехой хана Таяна, так она слишком стара Ладно, приведите ее Жена хана Таяна Гурбису Жена хана Таяна Гурбису Да, она не так стара Значит и есть жена хана Таяна Гурбису Я не заслуживаю, чтобы вы меня называли таким высоким титулом Просто наложница Гурбису Нет, или говорила, что от монголов смердит Почему же сегодня ты хочешь отдать себе монголу, у которого все дело в бараньем жире? Хан Таяна казался беспомощным Пусть дух его покоится с миром, я должна служить хана Что ж ты говоришь откровенно По правде говоря, я не возражаю, чтобы у меня появилась новая наложница Я лишь боюсь обидеть твое высокое достоинство Как же, например, твой нос? Ее нос изменится, и она сможет привыкнуть к запаху хана Осмотрите ее сначала Да Пошли Хан Богом тебя прошу, не заставляй меня ждать тебя слишком долго Не беспокойся, я дам тебе ответ, который удовлетворит тебя Да и Русуна нашли Он бежал в Сися, с Тахтаабики и его сыном А где его дочь? Хан О чьей дочери вы спрашиваете? О дочери Да и Русуна, конечно А, она убежала с ее отцом Нельзя было дать им уйти Но я опустился за ними в погоню Пошли Да, я уже стар Чувствую себя таким уставшим после всего-то трех дней пути Вы не знаете, сколько людей погибло по дороге? Нам крупно повезет, если мы останемся живы и доберемся до Силяу У нас слишком мало людей Царь Силяу примет ли он нас к себе? Если царь Силяу не примет нас к себе, то есть еще Сися, Кашгария Да и Русун, какая красивая у тебя дочь Какой прекрасный подарок Она еще и смутилась Потушите костры Если монголы догонят нас, нам всем конец Да ладно Монголы не полезут ночью в гору Отец, мне страшно Не бойся, монголы не полезут на гору Я боюсь Тахтаабики, Худу, императора Силяу и уйгуров Почему мы должны бежать? Почему мы не можем сдаться Тимуджину? Двадцать лет назад, когда Тахтаабики украл вторую жену Ясугая и жену Тимуджина, я ушел с Тахтаабики Но это ведь была не твоя ошибка Ты думаешь, Тимуджин так же считает? Да Воровать любимых людей Все равно, что отрезать кусочек сердца Сангум отклонил предложение Тимуджина женить Джочина и его дочери Под предлогом того, что Борте провела девять месяцев в плену у Меркитов Тимуджин был очень расстроен этим Видишь, все гораздо хуже Хулан, ты спишь? Нет Ты и я должны принести себя в жертву, чтобы Тимуджин простил нас Я готова умереть, только бы наша семья была в безопасности В этом нет необходимости Возможно, это может обидеть тебя Ведь Тимуджин уже более сорока О чем ты говоришь, отец? Ты хочешь, чтобы Тимуджин взял тебя в жены? Что ты хочешь быть? Что ж, это хорошо. Генерал, все зависит от тебя. Я с удовольствием помогу вам. Но сейчас на дорогах опасно. Вам не стоит идти одним. Вас могут убить. Вам лучше побыть с армии и подождать меня. Я преследую Тахта-Абики. Когда я вернусь, мы вместе поедем к хану. Думаю, лучше всего поступить именно так, Хулан. Поблагодари генерала Ная. Спасибо вам, генерал Ная. Вот этого делать не надо. Если Хулан станет наложницей хана, я стану ее подчиненным. Поэтому я не могу принять ваши благодарности. Ха-ха-ха-ха-ха. Ах, как вкусно пахнет. Нас ждёт вкусный обед. Кто вы такие, негодяи? Как посмели вы, нечестивцы, съесть у меня за спиной такую вкусную жареную баранину? Какой у вас право есть первый медь? Я пока ещё жив. Сволочи! 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 Слушайте вы, когда баранина будет готова, не смейте её есть первыми. Сначала вы должны преподнести её мне. Из-за этого джамухи мы потеряли наших жен, детей и большую часть скота. Что это он так взбесился из-за какой-то баранины? Чей там свирепствует? Он ведь сам теперь отбившийся, и никому не нужный пёс. Мы сбежали из племени Джардаранов к Кераитам, потом от Кераитов к Найманам. Теперь же никто не знает, куда нам бежать. Мы как заблудшие барашки посреди урагана. Мечимся из стороны в сторону. Куда нам податься? У меня есть идея. Хотя, ладно, забудьте. Я ничего не говорил. Но что ты там мямлишь? Знаете, кто больше всех ненавидит джамуху? Конечно, Тимуджин. Верно. Что, если мы свяжем его и отправим к Тимуджину? Тогда мы могли бы разбить стойбище и вздохнуть с облегчением. Может быть, даже обзавелись бы слугами. Отлично, так и поступим. Что вы собираетесь делать? Я убью вас! Посмотрим. Может, Тимуджин убьет тебя первым? Отпусти меня! Я убью вас! Вы все хотите умереть? Скачите сюда, монголы! Мы поймали джамуху! Хан. Поднимайтесь скорее. Все поднимайтесь. Иди. Садись. Уже прошло шесть дней, как хан занял дворец хана Таяна. Почему вы так поздно приехали? Мы прибыли на стоянку генерала Ная три дня назад и пробыли там три дня и три ночи. Что? Ная, ты держал их у себя в лагере три дня и три ночи? Да, хан. Как ты осмелился. Почему же ты сразу не отправил ее ко мне? Хан, я... Стража! Схватить Ная. Пусть Бельгутай допросит его со всей строгостью. Если будут выявлены какие-либо ошибки, я убью его. Подождите. Генерал Ная очень предан вам, хан. Нельзя платить злом за добро. Почему это ты вдруг так горячо его защищаешь? Снаружи происходит много веселого. Не хотите выйти посмотреть? Нужна вера. Моё невинное тело, данное мне моими родителями, может служить доказательством невиновности, Ная. Ная, что плохого ты причинил Хану? Эй, Шигиху-Туху, ты должен учиться в это время. Чего пришёл? Я уже выучил все свои уроки. Ладно. Можешь постоять тут посмотреть. Но не встревай. Ная? Так что плохого ты сделал Хану? Говори, иначе мы начнём тебя пытать. Я не поймал Тух-Туабики и его сына. Кроме этого, мне больше нечего сказать. Значит, ты не признаёшься. Мне кажется, что ты ищешь неприятности. Говори, что ты сделал Хулан. Отвечай. Мне нечего вам сказать. Отхлестайте его. Стойте. Брат, разве так мы сможем добиться от него правды? Я тебе сказал, не вмешивайся. Ная? Когда тебя допрашивают, ты должен говорить только правду. Только так мы сможем узнать, виновен ты или нет. Как серьёзна твоя вина и как ты должен быть наказан. Я не виновен. Я, Ная, всем сердцем предан своему Хану. Я всегда преподносил Хану самых красивых пленниц и самых быстрых скакунов, которые мне доставались во время сражений. Я умру без сожаления, если моя верность Хану вдруг изменит мне. Бельгутай, Хан. Поднимайся, Ная. Чтобы вознаградить тебя за твою преданность, я назначаю тебя командующим 10-тысячной Чиевсюйской армией. Ная, ты стал настоящим князем. Поблагодари Хана за его доброту. Ная, я был неправ, обвинив тебя. Прошу тебя, не держи на меня зла. Ная, поблагодари Хана за его доброту. Спасибо, Хан. Ная, почему ты все еще на коленях? Пошли скорее. Ты действительно молодец и достоин того, чтобы быть приемным сыном моей матери. Хулан. Хан. Я освободил Ная. Ты незаслуженно обвинил его. Ты думаешь, достаточно того, что ты отпустил его? Я сделал его командующим 10-тысячной Чиевсюйской армией. Этого достаточно? Ты так легко веришь моим словам. Твои красивые глаза сказали мне, что женщина, о которой я думала день и ночь, не станет обманывать меня. Я не верю, что ты думал обо мне раньше. Это правда. С того самого момента, когда я встретил тебя на дороге, когда мы с Ван Ханом были на охоте. Хан, я тоже не могла забыть тебя с того самого момента. Стоило мне вспомнить, как ты тогда смотрел на меня, как мое сердце начинало учащенно биться, а щеки начинали пылать. Тататунга, твоих студентов все прибавилось. Думаю, что и мне пора взять тебя в свои учителя. Отец, хан. Садитесь, садитесь. Не ожидал, что Шигиху Туху и его братья окажутся такими честными и надежными. Все это благодаря воспитанию матери. Но если ты не будешь хорошо учиться, а будешь носиться без дела, ты будешь наказан. Кто сказал, что я плохо учусь? Уважаемый хан, я должен сказать, что Шиги Ху Туху и Угэ Гэй – самые прилежные и способные ученики здесь. Они уже овладели уйгурской письменностью. Тататунга, я уже давно думал, мог бы ты на основе уйгурской письменности сделать… Хан имеет в виду создать на основе уйгурской письменности монгольский письменный язык. Да, именно это я имел в виду. Монголы – это уже очень крупное государство. Как же мы можем обойтись без своей письменности? Мы не можем все время полагаться на наш род и узлы на веревках, когда отдаем военные приказы или издаем указы. Хан, я понимаю, о чем вы. Я тоже об этом думал. Монголы не могут использовать нынешний поэтический язык, чтобы издавать на нем правительственные указы, военные приказы и законы, или чтобы осуществлять дипломатические связи. Верно. Государство Сун использует китайский язык, государство Цзинь – язык, Джу Чженев. У Си Ся тоже есть своя письменность. Даже у многих очень маленьких государств есть своя письменность. Как же мы хотим создать великую монгольскую империю, не имея своей письменности? Мы должны создать свою собственную письменность. Тататунга, ты сможешь сделать это для меня? Думаю, что смогу. Хорошо. Заранее тебе благодарен. Ты сделаешь великое дело для монголов, которые будут помнить многие тысячелетия. Ты должен сделать это быстро. И должен будешь обучить новой письменности их и наших военачальников, а потом и всех монгольских детей. У нас будет свой общераспространенный язык, как у Джуджени и ханцев. И мы будем писать наши книги, восхвалять наши подвиги. И еще, ты сделаешь для меня золотую печать, специальную дощечку с тигриной головой, чтобы я мог управлять войсками. В общем, ты должен неотлучно находиться при мне и будешь полностью заниматься только этими вопросами. Слушаюсь. Если он будет неотлучно находиться при хане, как же он сможет нас научить? Да и ты сам не сможешь спать. Когда я сказал находиться при мне, я имел в виду поблизости, а не со мной, маленький глупыш. Нет, хан. Каждое слово хана – закон для императора, поэтому нужно тщательно взвешивать каждое слово. Хан! 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 Джебе вернулся. Хан. Джебе? Судя по твоему виду, ты вернулся с хорошей вестью. Я выяснил, что Сангума убил вождь Найманов в прошлом году. Да, это хорошая новость. А как насчет Тахтабеки, Кучелука, Хучара, Алтана? Сабутай, Хечевен и Шучитай разделились и преследуют их. У меня есть новости о Джамухе. Где он? Я привел его сюда. Разве я не велел дать ему уйти? Ты что, не слышал моего приказа? Я слышал. Это не я его поймал. Пятеро Джардаранов схватили его и передали его мне. Если его схватили, значит, такова была воля вечного неба. Таких негодяев предают даже их собственные люди. Он виновен во многих преступлениях. Убей его, чтобы он больше не причинял никому вреда. Джамуха очень странный. Какое у него сердце? У него нет сердца. Нет, у него есть сердце, но оно черное. Отец, может, мы поступим с ним так, как он поступал с другими? Сварим его. Он мой побратим, и он когда-то спас меня, и он смог бы править большим государством. Джабе, пойдем посмотрим на него. Шиги Хутуху, как ты думаешь, какое наказание отец выберет для Джамухи? Смертный приговор. Хотя ханьские и джуджиньские императоры все имеют право помилования. Может быть, Джамуха и не умрет? Чепуха. Он либо будет жить, либо умрет. Разве я не сказал то же самое? Кажется, я ясно выразился. Ладно, начинаем урок. Начинаем урок. Начинаем урок. Дворец хана Таяна действительно впечатляет своими масштабами. Даже тюрьма у него неплохая. Если бы Таргутая была такая тюрьма, я бы, наверное, не сбежал от него, когда мне было 16 лет. Хан, это мы схватили Джамуху. Но генерал Джабе не только не наградил нас, но и запер нас здесь. Они говорят правду. Ворона сожрали лебедя, слуги схватили хана. Разве это правильно? Вот поэтому я и запер их здесь. Я считаю, что Джалме поступил правильно. Ворона сожрали лебедя, слуги схватили хана. Если они не верны своему хозяину, кому вообще они могут быть преданы? Кто в силах терпеть таких мерзавцев? Вытащите их, и пусть они захлебнутся в своей крови. Хан! Хан несправедлив к нам! Пощади нас, хан! Вы знаете, почему я должен вас убить? Потому что вы схватили моего побратима. Побратима, с кем я трижды клялся в братской верности. Выходите! Быстрее выходите! Анда! Давай, выпьем. Три года прошло с момента нашей последней встречи Пусть сегодняшний день станет исключением Давай напьёмся так, чтобы мы не могли стоять на ногах Иначе мы не братья Ты не прав Прошло уже три года и четыре с половиной месяца С тебя штраф? Хорошо Двадцать лет назад мы вместе пасли скот А потом ты вдруг ушёл от меня, даже не попрощавшись Так ведь было или нет? Да Значит, ты заслуживаешь наказание или нет? Нет, не заслуживаю Почему? Ты несправедливо подшучивал надо мной Ты ведь не хотел пасти скот вместе со мной, не так ли? Да Значит, ты думаешь, что я подшучивал над тобой? Ты не только подшучивал надо мной Я ещё знаю, что у тебя здесь были свои опасения Какие опасения? Я потомок золотого рода В тебе же течёт кровь чужестранца Ты ведь боялся, что не сможешь стать монгольским ханом, если останешься со мной Не правда ли? Всё-то ты знаешь Значит, с тебя штраф Чаша вина Хорошо Но только вместе с тобой Хорошо Вина больше нет Принеси нам ещё вина Посмотри на себя Разве ты похож сейчас на хана? А ты посмотри на себя Разве ты похож на гур хана? Разве ты похож на 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 хана? Хорошо было бы снова стать детьми. Мы трижды клялись друг к другу в братской верности, когда были еще совсем юными. Смотри, я все еще храню его. Ты мне его подарил. Это подарил мне ты. Я тоже всегда ношу его. После того, как мы разбили меркитов и вернули назад борты, мы вместе пасли скот, вместе ели и свободно общались друг с другом, спали на одной подушке и укрывались одним одеялом. Помнишь это? Мы были словно два колеса на одной оси. Но мы разошлись, и каждый пошел своим путем. Сейчас мы снова можем стать близки друг к другу. Чтобы вспомнить нашу старую клятву, мне стыдно посмотреть в глаза моему побратиму. Нет. Когда я сражался с ханом Таяном, ты заставил его нервничать, и он стал постепенно отступать. Ты по-прежнему мой побратим. Это проявление инстинкта братской взаимопомощи. Давай забудем прошлое. Ты можешь снова стать моим хорошим побратимом. На великих просторах монгольского царства выше тебя буду только я, ниже тебя все остальные. Хорошо? Я не присоединился к тебе в то время, когда должен был сражаться вместе с тобой. Теперь же ты собрал весь свой народ и завоевал все соседние племена. Все должно было быть сделано, уже сделано. Сейчас я уже тебе не нужен. Мой побратим, подумай. Ведь если ты не убьешь меня, я не дам тебе спокойно спать по ночам. Ты не сможешь наслаждаться едой. Я словно вошь на твоем воротнике. Словно игла в твоей одежде. Ты мужчина, которому суждено совершить великие дела. Так не веди же себя, как женщина. Мой побратим, знаешь, как бы я повел себя, окажись я на твоем месте. Я скажу тебе, если бы я поймал тебя, я бы убил тебя, не колеблясь. Если тебе действительно жаль меня, подари мне быструю смерть. Хорошо. Хулан, почему ты не хочешь дать мне допить вино, прежде чем я умру? Я ведь знаю тебя. Я даже знал тебя раньше, чем Тимуджин. Пусть мой побратим объявит все мои прегрешения. Ты без причины начал войну 13 крыльев. Живьем сварил 70 своих пленных. Организовал военный союз 12 племен, который положил начало кровопролитной войне среди степанных племен. Достаточно побратим. Я уже заслуживаю смерти. Будет ли у тебя какая-нибудь просьба? Люди часто говорят, что душа человека находится в его крови. Поэтому я прошу, не выпускайте много моей крови, когда убьете меня. Надеюсь, что мой побратим сам проводит меня в последний путь. Ты настоящий герой степи. Я не могу не проводить тебя в последний путь. Я жду вас на путь. Движя. Горько. Я не могу не проходить тебя. Горько. Горько. Девушки отдыхают Отправляйся с миром Отправляйся с миром Отправляйся с миром Хан, Хан, шутай мне только что сказал. Я устал. Хан, твой брат Хачиун умер в дороге, когда преследовал врагов. Что ты сказал? Хачиун умер. Я привел четырех братьев, а возвращаюсь с тремя. Хан, ничего уже не сделать. У тебя впереди еще много дел. Не терзай себя. Хулан, что ты только что сказала? Бельгутай сказал, что схваченные хучары Алтан хотят видеть Хана. Вы хотите их видеть? Нет. Нет. Они хотят жить, чтобы служить Хану. Хан, прости их. Они совершили столько зла и еще хотят жить. Пусть лучше их одинокие души бродят по Алтаю. Ты действительно хочешь убить меня? Что? Ты еще хочешь жить? Я твой дядя Ты мой дядя? Помнил ли ты, что ты мой дядя, когда рассорил меня с моим братом Чагатаем? Помнил ли ты, что ты мой дядя, когда застрелил мою тетю? Помнил ли ты, что ты мой дядя, когда вступал в союз с врагами моего отца и постоянно нападал на нас и даже почти нас уничтожил? Сегодня ты за все заплатишь мне Подождите! Генерал Ная, отец сказал из уважения к нашим предкам, сохраните тела дяди Хучара и дедушки Алтай Целни Казните их, как Джамуху Генерал Ная, пожалуйста, проводите их в последний путь Исполнять Попробуйте, чтобы не было уже не так Warrior Исполням Как я уделю его? Исполням 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 Продолжение следует...